МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Логопед Юлия Мельникова расскажет о тонкостях профессии логопеда и покажет некоторые приемы, которые использует в своей работе. Тонкий лед, гололед и гололедица. Все о правилах поведения на водоемах в зимний период. Узнайте из рубрики «Безопасность превыше всего». Наш корреспондент Виктория Борисова в новой рубрике «Вслуг о важном» расскажет о тонкостях проблемы экологии. Она рассказывает только о том, в чем разбирается сама. Так что будет точно интересно. Об этом в нашей программе. Андрей, рада видеть тебя ведущим программы «Классный час». Несмотря на то, что ты уже студент. Кто не знает, Андрей работает над созданием программы «Классный час» с самого первого дня ее существования. В этом году Андрей поступил на журналистику в Высшую школу экономики города Москвы. Андрей, поделись первыми впечатлениями от учебы. Спасибо большое за такое представление. Мне очень приятно. И мне приятно тебя видеть уже в качестве ведущей программы «Классный час» 56-я гимназия здесь, в нашей программе. Да, давай про учебу начну говорить. Не о самом городе, не о всех впечатлениях, а именно об учебе. Учеба мне очень-очень нравится. Нравится то, что у нас очень крутые преподаватели. И даже преподаватели, которым за 60 лет, общаются с нами на одном языке. Поэтому с ними всегда приятно проводить время. Всегда приятно их слушать. И всегда все понятно, потому что объясняют на доступном языке. Даже те предметы, которые изучаются, такие как психология, философия, социология, у нас преподаются как философия, социология и психология журналистики. То есть все направлено в нашу профессию. Нет лишних предметов, нет какой-то воды. Поэтому нужно посещать все пары. И их интересно посещать, их хочется посещать. Так что все очень круто. Надеюсь, так и будет продолжаться. А есть ли среди твоих однокурсников или, может быть, друзей, те, у кого есть опыт работы на телевидении в школьные годы? На удивление, нет. Очень талантливые, очень умные, очень креативные ребята в группе, которые пробовали себя в разных изданиях. Они работали во всяких журналах, газетах. Они много печатались. Но опыта работы на телевидении нет ни у кого. И поэтому, когда преподаватели узнали, что у меня есть такой опыт, мне прощают какие-то бывают косяки. Говорят, что, типа, возможно, ты прав здесь. Возможно, здесь твоя точка зрения правильная. Ну и мне это как-то приятно, что преподаватели видят, что я тоже могу что-то им показать. Может быть, даже то, чего они могли не знать. Так что круто. В этом плане мне повезло, могу сказать. Спасибо большое программе «Классный час». Андрей, что больше всего тебя впечатляет в твоей студенческой жизни? Город. Наверное, в первую очередь это город, потому что это была моя мечта с самого раннего детства, когда я первый раз посетил Москву. Я захотел переехать когда-нибудь туда жить, потому что город, правда, фантастический. Очень много людей, очень много возможностей. Но это то, что мне нравится. Второе, что мне нравится, если касательно моей профессии, то это возможности. Сто процентов возможности, потому что в первый же день, когда я приехал, я просто пошел на футбол и нашел ребят с журкорпуса, которые предоставили мне шанс написать статью. Я написал статью о матче, и теперь мы с ними сотрудничаем, если это можно так сказать. И эти оценки, как бы, я предоставляю свои статьи в журкорпус, пишу о футболе, а преподаватели с предмета базовые инструменты журналистики видят потом эти работы и говорят, ну вот здесь хорошо, где-то исправляют, где-то что-то подсказывают. Поэтому вот даже в спортивной тематике я развиваюсь, потому что дальше я хочу связать работу свою именно со спортивной журналистикой. И вот появилась такая возможность, поэтому, наверное, да, выделю вот это. А тяжело бы совмещать учебу и работу? Я бы не сказал, что это на данный момент как работа. Все-таки первый курс, 17 лет, плюс мне за это никто не платит. Это как бы саморазвитие, получение какого-то опыта. Поэтому нет, не тяжело, не тяжело абсолютно совмещать, потому что я сразу сказал преподавателям, куда я, в принципе, целюсь, куда я хочу пойти дальше. И поэтому они смотрят и говорят, хорошо, вот здесь можешь не напрягаться, сделать вот это, а потом вот сдашь вот эту работу. Расскажу интересную историю, которая произошла со мной. Однажды я приехал, опять же, на футбол писать статью. Я написал эту статью, и ребята из журкорпуса, которая второй, третий курс, сказали, что они ее посмотрят и укажут мне на мои ошибки. Ну, я подумал, вы же сами, второй, третий курс, причем, ну, я вот в спорте уже очень-очень долго, как вы мне можете указать на какие-то ошибки. Но решил подождать, прислушаться к их мнению. И представляю, через несколько дней мне пишет заместитель главного редактора канала Евроспорт. Он прочитал мою статью, указал мне на мои ошибки. И последующие мои статьи он все отсматривал и везде комментировал, говорил, вот здесь можно вот так, вот здесь неправильно, я бы убрал вот это. То есть вот такой даже опыт присутствует. И совсем недавно мы с ним списались, и он сказал, что постарается найти мне работу, где мне будут немножко платить, чтобы я занимался тем, чем я хочу, и что-то от этого получал. Ну, а в будущем, возможно, мы как-то с ним даже начнем сотрудничать. Я очень на это надеюсь, потому что все-таки один из самых больших спортивных телеканалов России. И я бы очень хотел попробовать себя там. А сложно было тебе приспособиться к новому городу, тем более большому относительно? Да, да, очень сложно было приспособиться. И началось все, наверное, в первый день. И здесь нужно сказать спасибо большое моим одногруппникам, потому что произошло все так. Я живу в общежитии в Подмосковье. И добираться до университета мне нужно примерно час десять, час двадцать. Это сначала электричка, потом пересадка на метро, потом еще пешком. Мои одногруппники в семь утра приехали ко мне в Подмосковье, забрали меня прямо из-под общежития и показали дорогу до университета. Потом привезли обратно, я запомнил, как ехать. И только потом со спокойной душой они меня отпустили. Так что вот эти переезды, большие расстояния, изначально это было тяжело. Но как-то вот спустя месяц-полтора я приспособился, уже немножко понятнее, по картам уже стал как-то ориентироваться. Ну и, конечно же, огромное-огромное количество народа. Двенадцать миллионов населения Москвы только зарегистрированное. И это очень много, ты представляешь, наверное. Я, когда приехал в Гомель, почувствовал очень большую разницу. У меня было такое ощущение, что здесь просто нет людей. Вот, так что разница очень большая, но приспособиться потихоньку удается. Я очень рада за тебя и желаю тебе удачи, успехов в учебе и, главное, получать наслаждение от того, что ты делаешь. Спасибо большое. В эфире программа «Классный час» в студии Андрей Гришков и Алиса Драко. Андрей, что ты знаешь о робототехнике? Знаю, что это направление сейчас очень сильно развивается, потому что это интересно, а главное, современно. Да, это действительно так. Но лично я бы хотела узнать как можно больше подробностей в этом деле. от профессионалов. Именно поэтому сегодня у нас в гостях руководитель клуба робототехники Елена Евгеньевна Колосова. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. И ее воспитанник Илья Васюков. Привет. Здравствуйте. Кстати, клуб располагается на базе 56-й гимназии, в которой учился я и сейчас учится Алиса. Елена Евгеньевна, расскажите, как давно существует клуб? На базе 56-й гимназии мы начали свои занятия 4 года назад. Так что наши ребята самые старшие, или я в том числе, занимаются робототехникой уже 4-й год. С какого возраста вы вообще набираете ребят на занятия? На самом деле это интересный вопрос. Для нас основной критерий – ребенок должен уметь читать и писать. Потому что мы же роботы все-таки программируем, и детям без этих навыков очень тяжело. Но есть исключения. Ребята начинают занятия не с 1-го, не со 2-го класса, а были даже случаи, когда родители приводят на занятия детей с 5-летнего возраста. И поверьте, эти ребята сейчас, которые занимаются 3-й, 4-й год, ни в чем не уступают своим старшим товарищам. Илья, расскажи, чем вы занимаетесь в клубе робототехники? В клубе робототехники в начале урока учитель ставит нам задачу, которую мы должны выполнить. Если задача сложная, то она может растянуться на 2 занятия. Сначала мы конструируем робота, который должен выполнять критерии. Далее мы программируем его. В конце занятия робот должен выполнить задачу, которую поставил нам учитель. И все это ты делаешь в свои 11 лет? Да. А когда первый раз ты создал робота самостоятельно? Я создал робота, когда первый раз пошел на занятия. Мы начали занятия не с такого конструктора, а полегче немного. А первый раз ты пошел на занятия в 7 лет, правильно? Угу. Круто. Я в 7 лет, не знаю, что я делал, букварь разглядывал, да? Читать учились. Да, человек строит робота. Да. Елена Евгеньевна, расскажите, проходят ли какие-то турниры, в которых участвуют ваши воспитанники? Конечно. Такие турниры проходят, и их достаточно много, и к нашему счастью их становится больше и больше. Самые глобальные турниры – это Кубок образовательной робототехники. Он проходит в основных городах самых таких больших – Республики Беларусь. И потом итоговый турнир Кубка образовательной робототехники, естественно, в Минске, в столице нашей Республики. Есть турнир под названием WorldSkills. И отбор на него проходит в рамках областного отбора JuniorSkills. Есть турнир Robotech, который проходит в декабре месяце на базе Белгута у нас в Гомеле. Мы стараемся во всех этих турнирах участвовать. Но есть тоже своего рода проблемы, потому что ребята у нас начали занятия, например, Илья с второго класса. И сейчас мы перешли уже на вторую ступень обучения. Перешли на конструкторы вот такого плана, как Илья сейчас держит в руках. Это Лего и Витри. И, например, последние соревнования, в которых участвовали наши ребята, возрастная категория была до 18 лет. Поэтому ребятам 10-11 лет, вы сами, я думаю, понимаете, что конкурировать с ребятами, которым уже 17-18, ну, трудновато. Но, тем не менее, мы настраиваем наших воспитанников таким образом, что каждое соревнование нам дает бесценный опыт. И идем мы туда без расстройства, если не получаем победы, набираемся опыта. Нам еще есть куда расти и, собственно, развиваться. Как судьи оценивают работы ребят? Как выбрать победителя? Из чего состоит бал, который они получают? На самом деле в робототехнике есть огромное количество видов соревнований, разные категории. И уже в зависимости от этого выбирается победитель. Например, самые такие наглядные, наверное, больше нравятся нашим ребятам, когда соревнование идет как состязание. То есть, например, Лего Сумо, где соперники поочередно сражаются, каждый друг с другом. И, по сути, судье нужно только контролировать этот процесс, потому что итог соревнования сразу понятен. Победитель увиден на поле боя. Есть соревнования немножко уже сложнее для более старших ребят. Это олимпиадные поля наши, где есть такое понятие, как домашнее задание. То есть мы получаем регламент этого соревнования, где у нас четко расписано задание. Есть характеристики робота, что можно использовать в нем в конструкции, какие детали, каких габаритов и так далее. И что робот в итоге должен сделать. И четко в этих регламентах соревнований прописывается, за какое выполнение задания, какие баллы начисляются. То есть задача судьи в данном случае – именно правильно все это посчитать, быть честным, объективным и следить за правильностью выполнения задания. Илья, ты участвовала в каких-нибудь конкурсах? Конечно. А какой тебе больше всего запомнился? Больше всего мне запомнился мой главный турнир, когда я от Гомельской области ездил в Минск. И там я побывала в разных сферах робототехники. Например, чертежник, когда робот должен начертить специальный рисунок маркером, который прикреплен на роботе. Я поучаствовал в СУМО, поучаствовал в движении по линии, там, где специальным датчиком он должен ехать именно по черной линии. И поучаствовал в робофутболе, там, где роботы, управляющие с пульта, должны забивать гол. Круто. И расскажи, у тебя уже есть победы? Да, есть. Занял второе место. Это соревнование СУМО в Гомеле было. Круто, молодец. Я думаю, что самые большие победы еще впереди. Да. А расскажи, почему ты вообще выбрал робототехнику? Когда я узнал, что в школе есть возможность заниматься робототехникой, я решил попробовать. И мне очень увлекло это занятие. И с тех пор я уже три года занимаюсь робототехникой. Елена Евгеньевна, расскажите о самых больших победах вашего клуба. Самое такое, наверное, счастливое наше соревнование было самым первым. Потому что наши ребята заняли весь пьедестал. Все первые места забрали на робототехническом турнире под названием «Аксиома». Дальше победы были. Но, как я уже объясняла, ребятам достаточно тяжело конкурировать, когда они уже начали подрастать. И не во всех соревнованиях мы можем показать тот уровень, который мы встречаем у соперников. Но и тем не менее, например, в прошлом году, в декабре месяце, в турнире, который проходил на базе «Белгута», наш ребенок, Шмагалев Константин, занял первое место в турнире в категории «Робо-сумо». В этой же категории, кстати, о чем я говорю, тогда было возрастное ограничение до 18 лет, ребята вошли в полуфинал. Тоже большая победа для нас. И в этом году мы все столкнулись с определенными ограничениями из-за пандемии. Обычно у нас проходит вот это глобальное соревнование WorldSkills, отбор в марте месяце, JuniorSkills. И в этом году отменили по понятным нам причинам. И в июне месяце состоялось дистанционное соревнование, где ребята, которые занимаются робототехникой, сборная команда, один участник команды, это ученик нашей 56-й гимназии, второй ученик 51-й гимназии, заняли первое место в Гомельской области и представляли Гомельскую область на республиканском соревновании JuniorSkills, которое проходило в сентябре этого года. Ну вот мы видим робота, которого ты создал, я знаю, вчера вечером. Это правда? Да, я создал вчера вечером и написал для него программу. Этот робот должен искать в радиусе 30 сантиметров ультразвуковым датчиком кубик, который я ему поставлю. Он должен его найти глазами, подъехать вперед и захватить механической рукой этот кубик. Я могу прямо сейчас это придумать? Да, давай, конечно. Вот я ставлю кубик робота совсем в другую сторону. Запуская программу, он начинает искать. Нашел кубик. Ничего себе. И захватил. Хочу напомнить, Илье 11 лет. И он создал этого робота вчера за час. Правильно, час тебе понадобилось, чтобы создать робот. Илья, пробовал ли ты когда-нибудь объяснить своим родителям, как это работает или показать им самые простые? Да, конечно, потому что у меня папа раньше работал, тоже запускал станки. Он мне иногда помогает даже программку написать, которая сложноватая. И один раз в специальном программе Scratch он мне помог даже создать маленькую мини-игру. Елена Евгеньевна, вот вы как руководитель, расскажите, как привлечь ребенка и заинтересовать его в этом однозначно хорошем деле? Когда мы только начинали открывать занятия по робототехнике на базе 56-й гимназии, мы собрались с моим сыном роботом из конструктора EV3 и пришли на родительское собрание. И потом в сентябре месяце попутешествовали по классным часам в начальной школе с этим роботом. И дети, когда видели возможности робота, во-первых, это всем привычное лего, в которое любят играть дети. И поначалу воспринимается, как будто это игра, все просто, все так интересно и доступно. И когда ребята осознают, что это прямо они сами будут собирать, сами программировать, больше, наверное, заинтересовывать их ничем и не нужно. Расскажите о ваших планах на ближайшее будущее. Сейчас самое такое ближайшее соревнование, к которому мы готовимся, это кубок образовательной робототехники, который будет проходить на зимних каникулах. Там достаточно сложное задание, к которому мы уже начинаем подготовку. Илья, ты готов побеждать? Да, я готов. Ждем тебя только с победой на этом турнире. Уже еще раз тебя позовем в гости, если победишь. Спасибо. Большое спасибо, что нашли время, пришли к нам сегодня в студию. Спасибо вам, ребята, было очень приятно. Да, успехов вам в вашем однозначно интересном деле. И я думаю, что вас ждут впереди большие победы. Спасибо. До свидания. Зима. Одна из любимых пор года детворы. Игра в снежки, снежная баба, катание на санках и коньках. Правда, с учетом того, что зимы у нас в последнее время не такие уж холодные, и обычно лед не такой надежный, приходится кататься только на крытых катках. Да, я с тобой полностью согласна. Ведь тонкий лед таит в себе огромную опасность. И сокращая путь через водоемы, вы подвергаете свою жизнь опасности. В сегодняшнем выпуске рубрики «Безопасность превыше всего» сотрудник МЧС расскажет о том, в чем разница между понятиями гололед и гололедица. А также о том, какие опасности таит в себе тонкий лед. О важном и актуальном далее в нашей программе. Всем привет! Совсем недавно начал появляться снег и лед. А это значит, что нам неплохо было бы побольше узнать о опасностях, которые таят в себе низкие температуры. Об этом нам и расскажет сотрудник МЧС Алексей Балахонов. Здравствуйте, Алексей. Здравствуй, Ира. Зима – это не только снег, лед. Это также опасности, которые таятся на каждом шагу. И первая опасность, о которой мы с тобой поговорим, – это гололед и гололедица. Пойдем за мной. Уходя на улицу в холодную погоду, обязательно посмотри на свою обувь. Есть юмористический ролик, в котором мальчик забрал у мамы терки и привязал их на ноги, за что потом и получил. Но с точки зрения безопасности это же совершенно правильно. Надо выбирать не скользкую, мелкопористую обувь. Если дома такой нету, намотай на ноги плотный лейкопластырь тканью. Либо же приклей наждачную бумагу. Передвигайся на улице мелкими шагами, представляя, что ты Дарья Домрачева. Если ты поняла, что потеряла равновесие и устоять на ногах уже никак не получается, присядь, сгруппируйся, прижми подбородок к груди и приготовься к падению. Когда ты упала, не спеши вставать. Проверь свои ощущения, ведь, возможно, ты получила травму, о которой сразу и не можешь понять. Если ты почувствовал, что у тебя болит рука, нога или что-то еще, попроси прохожих помочь тебе встать. Выходя на улицу, когда скользко, оставь высокие каблуки дома, ведь ты не на модном показе в Милане. А сейчас мы с тобой пройдем тест и проверим твои знания о гололеде. Как стоит передвигаться во время гололеда? Небольшими сказящими шажками, как при ходьбе на лыжах. Отвечай. Где следует переходить в проезжую часть? В специально отведенных местах. Зебра, светофор, подъемный переход. Можно ли играть на водоемах? Нельзя, это опасно. Что ты сделаешь, если вдруг провалишься под лед? А об этом мы поговорим с тобой на следующей площадке, куда я тебя и приглашаю. Лед – это то чудо, которое также приходит к нам зимой. Ведь как замечательно покататься на коньках или порыбачить, но лед таит в себе немало опасностей. Прежде чем выйти на лед, надо оценить его прочность. Светлый лед, скорее всего, будет хрупкий, на него выходить не стоит. А вот синий лед имеет наибольшую плотность, и ты на него можешь спокойно выходить. Также следует не забывать о толщине льда. Безопасность считается примерно 10 сантиметров. И если ты пунктуально и взялась с собой на озеро линейку, и толщина льда составила 11 сантиметров, не обольщайся, ведь могут быть подводные течения, на которые выходить также не следует. Попробуй спасти нашего импровизированного провалившегося под лед. Хорошо. Выходя на лед, надо помнить простые правила безопасности, чтобы не стать вторым провалившимся. Провалившимся под лед следует подползать и протянуть ему что-то длинное. Это может быть шест, длинная палка или, как в нашем случае, клюшка. Если такого под рукой не оказалось, свяжи свою одежду и кинь ему импровизированный канат. Еще одной опасностью, которая может подстерегать себе зимой, это обморожение. Покраснение кожи – это совершенно нормальная реакция человеческого организма на холод. Однако, если твоя кожа побелела и потеряла чувствительность, это первые признаки обморожения, и тебе необходима помощь. Наиболее подверженные обморожению – это открытые участки тела, нос, уши, щеки, руки, а также стопы ног. Выходя на улицу, обязательно оденься тепло, одень свободную, не сдавливающую обувь, а также перчатки и рукавиц. И что говорит тебе мама? Правильно, надень шапку и не забывай об этом. Открытые участки кожи можно смазать специальным крепом, который защитит тебя от обморожения. Мы с тобой поговорим только о первой стадии обморожения, когда наблюдается незначительное побеление кожи и потеря чувствительности. Для начала нам надо растереть место обморожения рукой и согреть его. Либо это можно делать рукой, либо же мягкой шерстяной тканью. Потом следует наложить стерильную повязку и замотать руку бинтом. Попробуй это сделать. Замечательно, вот ты оказала первую помощь нашему пострадавшему. При более серьезных повреждениях, таких как волдыри, либо потемнение уже кожи, следует обязательно вызвать бригаду скорой медицинской помощи. Ни в коем случае место обморожения нам нельзя растирать снегом или жесткой тканью, ведь это может вызвать повреждение кожных покровов. Также нельзя смазывать маслом или жиром, ведь это может лишь усугубить стечение болезни. Также не следует подвергать обмороженные участки тела интенсивному тепловому воздействию. Так, например, не следует обмороженную руку засовывать под горячую воду. Обязательно человеку, которому требуется помощь при обморожении, следует занести в теплое помещение и напоить теплым чаем, молоком или морсом. Об опасностях зимы и о других чехзвечайных ситуациях ты можешь узнать в мобильном приложении «Помощь рядом». Оно поможет тебе разобраться в самых сложных чехзвечайных ситуациях. Ну все, до свидания, береги себя и своих близких, расскажи о полученных знаниях своим друзьям. Спасибо вам большое, Алексей, до свидания. С вами снова мы, Алиса Драко и Андрей Гришков. Ну а следующий наш гость – логопед Юлия Мельникова. Она расскажет о тонкостях профессии и покажет некоторые приемы, которые используют в своей работе. Здравствуйте, Юлия Валерьевна. Здравствуйте, ребята. Юлия Валерьевна, представьте эту милую девочку, которая пришла вместе с вами. Со мной сегодня в гостях моя ученица Эмили. Расскажите, кто вообще такой логопед? Ну, вообще логопед – это специалист, который выявляет речевые нарушения, также их диагностирует и работает с ними. Хочется развеять тот факт, что некоторые думают, что логопед – это только тот, кто ставит звуки детям после пяти лет. Но логопед работает с детками от года, в зависимости от речевого нарушения. Юлия Валерьевна, мне интересно, вот существует предубеждение, что если один из родителей в свое время заговорил поздно, то и ребенок не начнет говорить рано. Так ли это на самом деле? Ну, на самом деле это не так, потому что мозг ребенка не передается по наследству. Но нужно учитывать тот факт, конечно же, что какие-то генетические предрасположенности могут сказаться на ребенке и будет какая-то проблема. Родителям важно с самого начала не ждать, пока ребенок, скажем так, дозреет, а стараться выявить проблему на начальном этапе. Расскажите, существуют ли еще какие-то заблуждения, связанные с речью ребенка? Да, скажем так, существуют. За время своей работы у меня уже появился свой топ-5, скажем, таких заблуждений, потому что очень часто читаю разные форумы, где обсуждают мамы. Ну, одно из убеждений, это вот что, например, мама или папа заговорили поздно, заговорит поздно ребенок. Второе заблуждение такое вот, если кормить ребенка рыбой до трех лет, то он не будет разговаривать. Это такое самое интересное, которое я встречала, заблуждение. Также заблуждение, что к логопеду приходить только после пяти лет. И вот еще интересное было, что если ребенок не говорит, его ударите любим хвостом, он сразу заговорит. Я, конечно, такое не использую в своей работе, но кто знает, кто знает. Вы говорили о том, что дети с одного года уже могут приходить к вам. И вот как понять родителям, что у ребенка задержка развития речи? Отвечу на ваш вопрос. Родители уже должны обратить внимание, если у ребенка в полтора-два месяца не наблюдается гуление. Гуление – это произносится ау, затем это маленькие слова ага, агу – это как называемые доречевые звуки. К полугода у ребенка уже должен быть лепет. Мама-ма, баба-ба-ба. То есть если уже к этому периоду ребенок, а также не реагирует на звуки, не реагирует на маму, на папу, не может, не улыбается маме, папе, людям, которых видит часто, то это уже какие-то звоночки, и мы рекомендуем обратиться не только к логопеду. Очень часто нужен комплекс обследования других врачей. Вы же занимаетесь и запуском речи. В каком возрасте к вам можно привести ребенка, чтобы научить его говорить? Ну вот я повторюсь еще раз, что с годом мы занимаемся, и по необходимости. Если у ребенка до года нет никаких звуков, конечно, мы уже можем начинать занятия наши и от года. Это вызывание звуков, затем мы работаем над структурой, над слоговой структурой слова. То есть это все зависит от возраста ребенка. Эмили, расскажи, как ты первый раз оказалась на занятиях у Юлии Валерьевны? Ну, я сначала не смогла сказать, еще попыталась, но не получилось все равно. Потом записалась. Какая буква не получалась? Р. Р, уже умеешь говорить? Как хорошо произносишь. Вот, научилась. Расскажи, как твои успехи на занятиях? Ну, все проходило хорошо, у меня настроение было хорошее. Ну, раз букву Р научилась говорить, значит, все здорово было, да? Да. Эмили, что ты больше всего любишь делать на занятиях? Лежать на кушетке. Юлия Валерьевна, существуют ли какие-то нормы проявления звуков? Да, конечно, существуют нормы развития звуков в антогенезе. Как правило, первые звуки – это гласные А, У. Это они должны появиться к 10-12 месяцам, и ребенка дальше появляется с этими звуками МО, Б, П. Это вот первые звуки, ну, уже к 2 годам, с 2 до 4 появляются все остальные звуки. И самое сложное – это после 5, как правило, Л и Р. Родители всегда могут ввести в интернете очень много информации, антогенез развития звуков, таблички, они доступны для всех и могут просто посмотреть. Правда, что если родители сами по себе очень общительные и часто разговаривают между собой, и, в принципе, в семье подвижные, то ребенок раньше начнет говорить? Можно сказать, что и да, потому что таким образом они создают речевую благоприятную среду для ребенка. Ребенок слышит, видит общение и может им подражать. Юлия, вы пришли сегодня к нам в студию с необходимым оборудованием, чтобы рассказать о каких-то нюансах своей профессии. Я думаю, самое время продемонстрировать какие-то интересные моменты. Да, хорошо. Я бы хотела сегодня рассказать о постановке звука РО, как вообще происходит занятие. Мы возьмем только некоторые элементы. Мы начинаем наше занятие с развития воздушной струи. Эмили, становись, пожалуйста, на массажный коврик, на самый первый. Давай, встанем с собой на зеленый. Для того, чтобы ребенок мог хорошенько произнести звук, нам нужен хороший поток воздуха. Мы его разрабатываем с помощью различных инструментов. Это могут быть самые простые перышки. Эмили, вдохни носиком и ротиком выдыхай. Ребенку предлагается подуть так сильно, чтобы сдуть все перышки, которые лежат на ладошке. Еще. Молодец, умница. Можешь перешагнуть на второй коврик. Также мы используем в своей работе различные свистелки и дуделки, скажем так. Они разные по звучанию и требуют различной силы выдоха. Эмили, пожалуйста, подуй. Видите, не получилось, потому что недостаточный поток воздуха. Пробуй сильно-сильно. Молодец, умница. Перешагивай на другую дорожку. Еще пробуй. Молодец, умничка. Давай на синюю дорожку. Разворачивайся. Мы сейчас с тобой будем проходить по дорожкам на нашу массажную кушетку, но при одном условии. Ты должна будешь лопнуть все мыльные пузыри. Лопаем ладошками и перешагиваем по коврику. Молодец. Хорошо. И сама попробуй сильно-сильно подуть. Молодец. Можешь проходить на массажную кушетку. Ребята, сейчас хочу рассказать, с помощью чего мы добивались результата у Эмили и ставили ей звук «Р». Для этого используется постановочный зонт. Вот он с таким шариком. Мы используем его для звука «Р». Но так как детки думают, что это инструмент какой-то врачебный, пугаются. Поэтому я часто использую зондозаменители. Это обычные коктейльные палочки. Вот видите, они такие яркие, всех цветов. Кому-то с яблочком больше нравится, для кого-то пальма. И у них также есть вот такие круглые наконечники. Но больше всего детки любят, и мы сами любим, это обычные ватные палочки, которые есть у каждого дома. Детки с ними сталкиваются практически ежедневно, поэтому они их, как правило, и не пугают. Поэтому я сейчас покажу, как мы работали ватной палочкой. Для постановки звука «Р» мы делаем упражнение «Заборчик». Приоткрыли ротик, поднимаем язычок к бугорочкам и произносим звук «Д-Д-Д-Д-Д». Молодец, давай еще раз. Вот таким образом мы заводим язычок. Нам для этого требуется хороший выдох и хорошая работа язычка. Также, лежа на массажной кушетке, мы используем вот такой вибромассажер-осминожек. Он служит для расслабления мышц у ребенка. Я продемонстрирую на Эмиле сейчас. Можешь закрыть глазки. Легкие поглаживания. Детки тоже очень любят, когда им делают такой массаж лица. Эмили, поднимайся. После того, как мы завели язычок, получилось у нас рычать. Мы возвращаемся для работы за столом. Но не просто возвращаемся. Будем идти по нашим коврикам. Держи. Как только ты услышишь слово, в котором есть звук «Р», ты должна будешь позвенеть. Хорошо? Ты готова? Слушай внимательно. Яблоко. Нет. Нет звука. Рак. Есть. Что мы делаем? Хорошо. Становись на дорожку. Перо. Есть. Есть. Хорошо. Молоко. Нет. Рыба. Есть. Хорошо. Радуга. Есть. Умничка. Молодец. Проходи. Садись за столик. Юлия Валерьевна, расскажите, что могут сделать родители в домашних условиях, чтобы улучшить речь ребенка? Или же для этого обязательно нужен специалист? Ну, самое главное, что могут сделать родители, и то, что должны сделать, это организовать благоприятную речевую среду, общаться с ребенком, чтобы ребенок слышал речь. А также существует очень много различных упражнений, и одно хочу рассказать. Упражнение называется «Сладкая артикуляционная гимнастика». Очень часто мамы приходят ко мне с такой проблемой, что дети просто не хотят дома заниматься. Поэтому мы стараемся рассказать какие-то игровые приемы, методы, которые родители могут сами использовать. Хочу сказать, для чего нужна артикуляционная гимнастика. Чтобы мы произносили звуки правильно, наш речевой аппарат, все органы речевого аппарата должны быть уже к этому подготовлены. Поэтому таким образом мы тренируем мышцы, мы тренируем наш язычок. Ну что, Эмили, попробуем? Попробуем. Я принесла сегодня в студию вот такую соленую соломку. С первого нашего упражнения мы можем предложить ребенку достать язычок и попытаться удержать эту соломку на язычке. Ручками лови. Вперед язычок, доставай, 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 вперед. Вот таким образом мы захватываем, тренируется наш язычок. Ребята, Андрей, на, попробуй. Давай. Как у тебя получится. Раз. Отлично, молодцы. Молодцы. Также самое простое, это сушки, которые есть всегда и у каждого. Мы предлагаем сделать губки трубочкой. Губки вытянули. И попасть губками в наше колечко. Держи, Эмили. Держи ручками. Держи. Держи. Алиса, давай тебе губки трубочкой. Попой. Вот, какие вы у меня молодцы. Молодцы. Давай. Также для артикуляционной гимнастики есть вот такой замечательный мишка яркий. Мы можем предложить деткам. Родители могут сами это распечатать. Можно нарисовать. Можем предложить найти мишкину улыбку. Мишка наш в лесу потерял свою улыбку. Эмили, найди улыбку для мишки и прикрепи ему. Давай посмотрим. Посмотрите, что делает наш мишка. Давайте за ним повторим. Молодцы какие. Алиса, найди для мишки улыбку. Вот так. Посмотрим, что там. Мишка просто улыбается, закрыл зубки. Юлия Валерьевна, расскажите, как часто нужно заниматься и как долго должно длиться занятие? Я всегда рекомендую занятия проводить минимум 2-3 раза в неделю. И плюс ежедневно выполнять домашние задания. Потому что, когда мы ставим звук или работаем с речевым нарушением, должны понимать, что занятия должны быть систематическими. Если мы пропускаем, то все наши пропуски накатываются, как большой снежный ком и образуют большую-большую проблему, которую нам потом приходится решать. Длительность занятия зависит от ребенка? Зависит от возраста, конечно. Зависит от индивидуальных способностей ребенка. Ну, 30-35 минут. А до какого возраста можно пытаться исправить дефекты? Пытаться можно до любого возраста. То нужно, главное, начать их исправлять как можно раньше. То есть, если, например, человек в 30 лет не выговаривает букву «Р», это исправить? Звук руда. Логопед работает как и с детьми, так и со взрослыми. Юлия Валерьевна, что имеет значение для налаживания эффективности вашей работы в качестве логопеда? Чтобы любая работа была эффективной, ее нужно любить. Я где-то прочитала, что если не хотите работать ни дня, то вы должны просто полюбить свою работу. Расскажите, а вот как запустить речь? Какие упражнения нужно использовать для этого? Я подготовила сегодня для вас самое простое задание, которое может сделать каждый родитель дома. Для этого нам понадобится любая доска. Это может быть даже дверь от холодильника, от шкафчика. Обычные салфетки. И мы под салфеточками что-то прячем. Как правило, запуск речи мы начинаем с самыми маленькими детками. И это начинается со звукоподражания. Мы прячем домашних животных и будем смотреть, кто же у нас там спрятан. А еще нам понадобится вот такая тучка с водой. У всех она есть дома. Ну что, Андрей, давай посмотрим, кто у нас там первый спрятался. Подходи ко мне. А, здесь у нас собачка. Собака. Как у нас говорит собака? Или я? Андрей говорит, как у нас говорит собака? Гав, гав, говорит собака. Хорошо. Алиса, давай попробуй, кто у нас еще спрятался. Котик? Нет. Нет. Принимательно. А, это курочка? Курочка, правильно. Как у нас говорит курочка? Коко. Правильно, Эмили, давай ты попробуй. Что у нас там? Корова. Корова. Как у нас говорит корова? Вот таким образом мы вызываем у ребенка звукоподражания. Это у нас мамы, а здесь наших мам ждут детки. Вот такие карточки мы тоже используем. И каждую маму мы можем просто отнести с ребенком. Самое простое упражнение. Очень интересное упражнение. Да. Даже сложное, я бы сказала. Я не отгадала. Ну что же, большое спасибо, что сегодня пришли к нам в гости и дали, без сомнения, очень ценные советы. Спасибо вам. Мы надеемся, что ваши советы оказались ценными для наших зрителей и помогут родителям, которые задаются вопросами о налаживании речи у своих детей. Успехов вам в вашей работе. И тебе, Эмиле, успехов, чтобы ты хорошо пошла в школу. Скоро же первый класс, правильно? Пойдешь в шесть лет в школу? Да. Будешь разговаривать с лучшими учителем. Да. Спасибо, ребята, и вам удачи. Ждем вас еще в гости. До свидания. С удовольствием. До свидания. В эфире программа «Классный час» и мы продолжаем. В наше время весьма актуальны темы экологии. Интересуются ею даже подростки. Существует немало всевозможных экологических кружков. Проводятся теоретические и практические занятия, на которых формируется основа экологической культуры. Вот и наша коллега Вика Борисова интересуется темой экологии уже достаточно давно и провела не один тематический тренинг. И вот Вика решила пообщаться с такими же неравнодушными к этой теме людьми в нашей новой рубрике «Вслуг о важном». Может быть, эта рубрика кого-то заставит задуматься или замотивирует кого-то. Ведь тема экологии – это действительно важная тема в наше время. Это точно. К слову, борьба с изменением климата и защита окружающей среды, в том числе, являются целями в области устойчивого развития. Возможно, и вы прислушаетесь к своеобразному призыву к действию, когда познакомитесь с нашей новой рубрикой. Далее рубрика «Вслуг о важном». Всем привет! Меня зовут Вика Борисова. И сегодня мы узнаем ответы на вопросы, которые интересуют меня у людей, жизнь которых связана с темой экологии. Как давно и как вы узнали экологию и заинтересовались этим направлением? Тема экологии мне была интересна давно, еще со школы, с уроков географии. У меня была замечательная учительница. И побывав на уроках географии, мне очень хотелось путешествовать, узнавать что-то новое, интересное. А оказалось, что наша деятельность, деятельность человека очень сильно влияет на состояние окружающей среды, потому что исчезают животные, исчезают какие-то интересные места, уровень океана поднимается. И поэтому, чтобы успеть все посмотреть, чтобы как-то помочь в природе, все-таки какой-то внести свой важный вклад в сохранение окружающей среды, я решила пойти экологом. Экология меня интересовала, наверное, с самого раннего детства. Именно тогда я задумалась, как можно сохранить, сберечь биоразнообразие, как можно помочь животному и растительному миру. И именно в этом направлении я начала строить в дальнейшем свою, так сказать, профессиональную деятельность. Очень серьезной экологией заинтересовалась, когда пришла на работу. Это случилось много лет назад, после окончания географического факультета БГУ. Я попала по распределению в научно-исследовательский институт радиологии. И я узнала, что такое Чернобыль. Мы очень много ездили по отселенным деревням, разговаривали с людьми. Данный институт работал как раз над проблемами преодоления последствий чернобыльской катастрофы в сельском хозяйстве. И мы видели отселенные деревни, мы видели, наверное, поломанные человеческие судьбы, когда многим пришлось уехать, бросить свои родные дома. Многие потеряли здоровье своих родственников. И вот я, наверное, первый раз увидела, насколько, наверное, небрежное человеческое отношение к природе может привести к поломанным человеческим судьбам. Я увлекаюсь экологией, потому что я люблю зверей и люблю о них обводиться. Для меня эта тема интересна, потому что я не хочу, чтобы животных убивали и загрязняли окружающий мир. А что именно вы делаете для того, чтобы помочь экологии и состоянии планеты в целом? Мы занимаемся огромным количеством проблем на кафедре экологии. Прежде всего, у нас есть отряд «Волонтерский зеленый патруль». Мы занимаемся пропагандой экологических проблем, то есть рассказываем населению о том, как можно улучшить нашу среду. Также мы занимаемся уборкой территории и так далее и тому подобное. Мы делаем много научно-сельских проектов экологических. Мы работаем вместе с АСДЭМа, Ассоциацией детей и молодежи. Это директор Козелев Владимир Михайлович. И мы совместно ведем большое количество проектов, в том числе международных. Мы работаем по шестой цели устойчивого развития. Например, это чистая вода. Занимаемся пропагандой населения в области исследования питьевой воды. Во-первых, в стенах нашего эколого-биологического центра детей и молодежи, начиная с 6 до 18 лет, мы воспитываем экологически-культурную личность. Ту личность, которая с любовью, заботой, с трепетом, с пониманием относится к окружающей среде. Наш центр ежегодно проводит акции, такие, например, как «Часть земли», «День без автомобиля». Мы активно участвуем в экологических проекциях, экологических марафонах. Подкармливаю бездомных животных. Я делаю для экологии, участвую в благотворительных акциях и подкармливаю бездомных животных. Я не загрязняю никогда мир. Я всегда отношусь хорошо к бездомным животным. Я их не бью, подкармливаю. А если представить, что сейчас вас могут услышать все люди на планете, что бы вы сказали им для того, чтобы заинтересовать их в теме экологии и сделать их менее безразличными к этой теме? Ну, прежде всего, как раз не быть безразличными. Просто понять, что каждое дело, даже очень маленькое, может, если это делать каждый человек, может привести к очень хорошим, серьезным улучшениям нашей природы. Просто не поднимите бумажку, если кто-то бросил. Не бросайте мусор, не знаю, там, в море, потому что в итоге к нам приплывают целые острова. Как раз вот каждый человек бросил паду бумажки, к нам приплыл остров. Давайте просто либо видеть экологические правонарушения, ну, есть горячая линия Гомельско-областного комитета природных ресурсов, есть городская инспекция, позвоните, предупредите. Не проходите мимо, просто не будьте безразличными. Дорогие друзья, чтобы вы были всегда здоровы и не загрязняйте природу. У животных надо заботиться, чтобы они были здоровыми и не болели. Нужно заботиться об экологии, потому что нам деревья дают воздух, мы им дышим. И тогда, если мы будем загрязнять его, мы не будем дышать и жить. Очень важно сейчас изменить привычки людей. Такие, как использование бытовой химии, пластиковой посуды, лампочек, накаливание, заняться уборкой за собою, сдачей вторсырья, научиться экономно и бережно относиться к природным ресурсам. Все начинается с каждого из нас. То есть, если мы хотя бы вокруг себя будем улучшать территорию, то есть выносить мусор, его сортировать, то уже станет лучше. То есть, всем известно такое выражение, чисто не там, где убирают, и там, где не мусорят. Поэтому самые элементарные какие-то действия – это закрывать кран, чтобы не текла вода, потому что это природные ресурсы, которые не восстанавливаются. Выключать свет, если он вам не нужен, сокращать потребление электроэнергии, потому что на выработку электроэнергии идет очень много природных ресурсов. Это те какие-то минимальные шаги, которые мы сможем делать сами. Итак, давайте подытожим. Каждое, даже самое маленькое действие и слово, которое помогает экологии, важно. Поэтому действовать важно начинать прямо сейчас. Но я с вами прощаюсь. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Матвей, большой молодец, честно. Первый раз в жизни услышал, как звучит вживую этот духовой инструмент. Друзья, только что прозвучала мелодия в исполнении талантливого музыканта из 67-й школы – Матвея Лукьяненко. Он сегодня у нас в студии вместе с Богданом Речко, который учится в этой же школе. Привет, ребята. Привет. Здравствуйте. Кстати, также у нас в гостях учитель 67-й школы по классу духовых инструментов – Станислав Владимирович Лукьяненко. Здравствуйте. 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 Уважаемые гости, расскажите о творческой составляющей вашей учебы и работы в школе. Для педагога самое главное – это организовать у детей обучающий процесс и творческий в дальнейшем. В обучающем, естественно, очень важно детям создать, чтобы они организовали правильное домашнее занятие. Это очень важно, чтобы у детей сформировалась полностью постановка для духового инструмента. В творческой, естественно, это выступления, концерты. Это тоже очень важно для любого ученика. Потому что одно дело играть в классе, а другое дело выйти на публику и показать свои таланты, способности. Ребята, расскажите, как давно вы начали играть на саксофоне и почему именно этот инструмент вы выбрали? Я начал заниматься музыкой с первого класса. С первого класса по третий я играл на флейте. И в третьем классе у меня попели первый саксофон. Выбрал я этот инструмент, потому что мне нравится, как он звучит. Я начал заниматься саксофоном с четвертого класса. С первого по четвертого класса я играл на блокфлейте. Почему именно саксофон? У меня стоял выбор между саксофоном, трубой, разными духовыми инструментами. Саксофон, очень мне нравится, как он звучит. Танислав Владимирович, а когда в вашей жизни появился саксофон? В моей жизни саксофон появился не сразу, скажем так. Я учился в школе музыкальной и поступал на баян. Потом меня взяли на духовые инструменты в первом классе, перевели. И играл, и учился я на тромбоне. Да, закончил училище потом музыкальное, потом университет по тромбону, потом работал. Ну, и решил, как бы, дополнить свое образование. Начал осваивать другие инструменты. Ну, саксофон, трубу. А какому инструменту вы отдаете предпочтение больше всего? Из тех, на которых умеете играть? Сложно сказать. Ну, саксофон, тромбон, труба – это, наверное, мои основные инструменты, которых я обучаю детей. И, как бы, это мой основной костяк. Но дальше я люблю все инструменты. Расскажите, вам нравится преподавательское мастерство? Да. Вот, хотя тоже, как многие музыканты, мечтают сразу быть известным музыкантом, играть в оркестрах, ездить по астролям. Но со временем уже это уходит, и уже начинаешь передавать свои знания, опыт уже детям. Ну, они, как бы, радуют своими успехами. Богдан, Матвей, расскажите о своих репертуарах. Мне очень нравится играть, джазовые композиции. Иногда играю классические, но все-таки склоняюсь к более джазу. Мне в основном нравятся классические произведения. К джаз я к нему отношусь равнодушно. Расскажите, как часто вы выступаете, на каких площадках? Ну, в основном на городских площадках, на праздниках, когда, там, примерно, 9 мая мы вместе с оркестром играем. Разные произведения, там, Катюша, Огонек. Матвей, расскажи, а проходят ли какие-нибудь конкурсы, и есть ли у вас какие-то победы? Конечно, проходят. В данной ситуации они проходят онлайн, а так мы иногда ездим по всяким городам. Победы, конечно же, есть. Расскажи о своей самой большой победе. Самая большая победа, это была в Солигорске, в которой я выиграл лауреат первой степени. Когда мы играли в училище Соколовского, я занял второе место. То есть, Танислав Владимирович, вам есть чем гордиться? Да, дети дают результат, скажем так. Вы занимаетесь всегда, как бы, соло, или есть у вас репетиции, где вы с оркестром? Мы вместе с оркестром ездим в разные страны. Мы ездили в Санкт-Петербург, ездили в Польшу. А что для вас приятнее и веселей самим? Самое приятное, это когда мы едем в автобусе, и вот весь этот, всем оркестром мы что-нибудь делаем. Какая поездка больше всего запомнилась? Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Что-то запомнилось? Сам город или концерт, который проходил? Сам город мы ездили на крейсер, в Роу, смотрели. Нас водили везде только можно. Каждый день мы посещали разные достопримечательности города. То есть вы долго находились в Санкт-Петербургах? Да, мы там троицы тогда, по-моему, говорим. Назовите вашу любимую композицию. Моя любимая композиция является роман Соловника, так как эта композиция, она спокойная, очень трогательная. Ее надо играть очень аккуратно. Матвея у тебя? Моя самая любимая композиция, вот из того, что я играл, у меня была «Тика-тика», джазовая песня. Очень подвижная, мне очень понравилась. Мне сложно назвать какие-то отдельные композиции, музыка. Ну, нравится «Опавшие листья», нравится из классика очень много музыки. То же самое Витховен, Моцарт, Шопен очень люблю. Очень успокаивает такая фортепиано музыка его. Матвей, Богдан, вот смотрите, например, какой-нибудь праздник, Новый год, день рождения, 8 марта, 23 февраля. Бывает такое, что родители говорят вам, давай-ка нам сыграть что-нибудь, чтобы развлечь гостей. Бывает? Ну, конечно. К примеру, еще в Новый год, когда папа переодевается в Деда Мороза, и вот он входит под музыку. Я играю в джингл-бэнс, разные произведения. К примеру, на папе на день рождения мой подарок ему был, это, я ему сыграл Yellow Samba Rim, Естудай, группы Битлз. На Новый год тоже любые композиции, которые выбирают мои родственники, я играю с удовольствием. На день рождения друзей, родственников я прихожу с инструментом, играю, всем очень нравится. Мне кажется, играть на семейных праздниках – это участь всех тех, кто занимается. Где волнительнее играть? Перед родителями, перед гостями или же на больших концертах? На больших концертах, конечно же, тяжелее играть, так как людей много сидит, и тебя просто все колотит. Надо сконцентрироваться, играть произведения. А вот мне всегда было наоборот. Рассказывать стихи родителям или вот что-то такое рассказывать намного тяжелее, чем на сцене, потому что на сцене, ну, я этих людей не знаю, они меня больше никогда не увидят. А родители, они потом начнут указывать на какие-то ошибки, что вот здесь они услышали то, вот здесь то. Да, мне то же самое, только мне еще приходилось играть на фортепиано, а не просто рассказывать стихи. Ребята, расскажите, чем вы увлекаетесь помимо сексофона? Я являюсь игроком в Омельской хоккейной на траве команды, по которым у меня есть дополнительные достижения. Я получил первый взрослый разряд. Также по шахматам я занимаюсь еще шахматами, по которым, ну, конечно, я начал заниматься недавно, но все равно я получил третий разряд. Расскажи, на какой позиции играешь в хоккейной траве? Защитником. А ты, Матвей, расскажи о своих увлечениях. Мои увлечения, я раньше занимался вольной борьбой, достаточно долго занимался. На данный момент занимаюсь гриблей, выступаю на, недавно выступал на Республике, заняли призовое место, второе место по классу Б. Ничего себе, какие вы разноплановые, да. Ну, а мы приглашаем тебя, Богдан, сыграть прямо сейчас у нас в студии, чтобы мы еще раз смогли насладиться живой музыкой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Друзья, на этом наша программа подошла к концу. С вами были мы, Андрей Гришков и Алиса Драко. Смотрите классный час по воскресеньям и понедельникам на телеканале «Беларусь4» и «Гомель». До новых встреч в эфире. Пока-пока!